Ну, вначале о циничном политическом действии, которое накануне устроили в Новосибирске. Ролики приглашения массово получили новосибирские школьники, ученики среднего звена, старшеклассники. Лет 13-17. Им обещали экшн-драйв по катушке на автозаке с инструкциями, как не быть задержанным. Стрельбу будет просто жесть, приходите прогуляться. И они пошли. В субботу днём на площади Ленина. По подсчётам правоохранителей собралось порядка двух с половиной тысяч человек. В основном молодые люди. Да что там, просто дети. Справились на прогулку втайне от родителей, оставив дома телефоны и документы. Организаторов задержали. Вот знаете, в моём советском детстве не было ни соцсетей, ни мобильных телефонов. Но такие вот сволочи были. Подходили группки детей во дворе, плели им разные сказки. Но потом выбирали девчушку лет семи, дожидались, когда домой пойдёт. У подъезда подкатывали с предложением куклу, необыкновенную показать, или котёночка. Брали за руку и тащили к подвалу. Мне повезло, бог отвёл. В последний момент руку вырвало и домой. Отец в лице изменившись, никогда таким его не видела, тут же вылетел на улицу. Долго потом искал этого странного дядю. Но того и след простыл. Кто такой был, узнала, конечно, гораздо позже. Это был педофил. А политическая педофилия, она разве не так страшна? Разве ей есть оправдание? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова